приветствую всех на своем канале опять сегодня наверное заключительный разговор посвященный прекрасной половине человечества я собралась сделать для вас небольшой как бы но не знаю это может быть даже громко будет звучать мастер-класс по изготовлению прокладки на дни прежде чем я начну я покажу еще две прокладочки которые сделала на каждый день всего мне теперь 4 и я думаю этого действительно достаточно на каждый день при смене если вдруг заленились или может быть решили там постирать как-то через 10 или не знаю что в общем бывает так что может быть даже 2 на день получается поэтому я думаю не помешать вот но теперь давайте займемся на критический день и она будет все таки я подумала знаете по зрелом размышлении что наверное сделать ее нужно будет немножко по-другому здесь мы просто оверложивали края а я хочу сделать это по чистенькому поэтому у нас будет больше материала использована конечно и попробую сейчас поработать над этим хорошо я начала опять с разлиновки пополам строго пополам крестик сделала листа который у меня есть длина этого листа 12 извините сейчас скажу точнее 30 сантиметров 12 это было в дюймах и вы знаете на критический день нам надо по длине немножко и вот мы уже сейчас проверить достаточно ли этого или может быть поменьше надо взять ли побольше я опять использую свое новое белье значит вот она где-то вот есть 30 сантиметров мы видим вот она здесь ластовица вот что уходит на заднюю половину ставят на переднюю мне кажется немножко длинновато немножко длинновато ну это может быть и и нормально в плане каком что все-таки нужно это расположить в принципе можно и сделать я думаю потому что мы же не будем нашивать ничего на складыш отдельно будет заходить то наверно мы так и пойдем на всю длину листа 30 сантиметров вопросов ширине немножко как бы такой сложный я бы сказала бы на может а в узком месте это сантиметров семь здесь у нас где-то 9 10 выходит но надо это средненькую взять величину глядя вот на этот я все-таки решаю пойти чуть побольше я взяла 10 сантиметров потому что нам нужно это ткань для того чтобы можно было свободно ставить вкладыш то есть по 5 сантиметров я отложила в каждую сторону теперь надо нам определиться вот с этой частью вот сколько у нас будет здесь заходить на застежку и я вижу сантиметров восемь наверное так чтоб свободненько без загибок я отложил по четыре с половиной теперь буду соединять вот с той верхней точкой плавной линии на всех на всех четырех сторонах я добавила еще бисектрисы и отложила по 9 сантиметров от центра так чтобы примерно одинаково был на я сейчас все равно перепроверю вот сложив лист и как-то подровняв этими шницами и так у меня получилось выкройка нижней детали нам нужно будет выкройть две детали такого такой формы потом поскольку я не буду сохранять выкройку но если вы хотите сохранить ее тогда вам нужно будет еще отдельно перевести эту же форму и сделать линию где-то вот в этой части провести вертикальную и использовать только вот эту также выкроив две детали из материала и так я сейчас буду выкраивать я выкроила с припусками на швы поскольку мы будем делать чистый шов то есть можно на бутву дел прикладывать лицевыми сторонами две детали прострачивать оставлять маленькое отверстие выворачивать и я подумала еще что я конечно не буду разрезать я просто согну ее по этой линии им чтобы использовать ее можно было и выкроить вторую деталь тоже нам нужно две штучки вот я загнула и вырезала видите то есть это получается в полы больше чем в половину от прежней детали это будет верхняя у нас деталь мы сейчас пойдем обрабатывать я пойду обрабатывать на машинке потом буду собирать показывать и так сложить их лицевыми сторонами внутрь значит на этой детали на полной мы прострочим по конфигурации и можно оставить знаете из какой-нибудь вот из коротких сторон то есть вот немножко так зашить и оставить дырочку достаточно для того чтобы вывернуть это на изнанку и под утюг все разутюжить с этой можно отстрочить по из вырезанной детали и оставить вот эту вывернуть и потом прострочить ее эту можно закрыть полностью а извините я что сказала вот нет мы не будем эту короткую сторону отставлять мы ее зашьем значит мы прошьем еще раз вот отсюда вот так вот так мы оставим вот эти две открытые стороны я объясню позже почему да все же я прошила оставив не зашитой только вот ту сторону которая пойдет на застежку так под трусики да объясню тоже потому что позже опять поняла что нужно так сделать и так прежде чем я выверну мне нужно будет разрезать вот по этим закругленным частям вот так не доходя шва несколько надрезов по всем сторонам делать закругление у нас пожалуйста ставите и так я вывернула нужно каким-то острием ну можно ручкой карандашом или что-то есть специальное приспособление уголки так чтобы они вылезли и у нас остался вот этот открытый край и вот этот значит нужно будет это сейчас зашить сложив туда по пол сантиметра загну с обе стороны сверху прошить то есть будет там шовчик но ничего страшного а потом пришить вот как раз мы посмотрим где мы можем этом будем пришивать это сверху будет и снизу да вот эти вот края сверху наложить и подшить может где-то еще закрепить посмотрим ну вот примерно так народ значит что я решила я соединила по низу вот верхнюю деталь с нижней по верху и сбоку вот эти я решила не закрывать потому что это дает возможность вам сделать вкладыш пошире вставить вкладыш пошире если нужда такая есть то есть вы можете варьировать и осталось только пришить кнопочку вот значит со с этих сторон ну то есть она будет там снаружи это будет застегиваться и в принципе прокладка готова еще раз напоминаю особенно для тех кто не посмотрел предыдущий ролик что можно сюда ставить у меня здесь но поскольку у меня дома это фланелька шерстяная но лучше я вам говорила брать бамбуковую и сейчас я еще раз ее покажу я на amazon.com и вот они они вообще для младенцев вкладыши в специальные трусики которые этот младенец может носить с полугода по моему да там полутора лет там можно варьировать кнопками ширину но вкладыши одни и те же и они в четыре сложения не очень хорошо абсорбируют жидкости поэтому если вы найдете вот такое и будете вкладывать это будет может быть даже лучше работать но в принципе любое что могло бы вам помочь и конечно же нужно будет вам пошить и как все уже говорил о предыдущем ролике может быть даже штучек 67 таких по времени это много не занимает согласитесь надо вопрос ткани потому что каждая деталь это двусторонние да вот мы видим на двухсторонние и по-другому как-то вот и чтобы были чистые края я так решила сделать таким образом и надеюсь что вам было более менее понятно как я уже сказала выкройка принципе может быть одна просто мы сначала выкраиваем полную такую да потом загибаем по линии уже вторую деталь выкраиваем по ней и она будет вам служить принципе долгое время если но будет что-то изнашиваться вы можете сюда доделать я напоминаю меня стопроцентный хлопок и с чем я работала сегодня и также натуральный вот этот вкладыш из фланели шерстяной ну или как я вам предлагаю взять бамбуковую еще раз напоминаю о том что если вы используете свои тут больших навыков не надо швейных но все таки натуральные материалы в изготовлении подобных прокладок то вам это очень понравится во первых потому что это очень и очень и очень приятно к телу и она хорошо работает хоть я и не использовала допустим на критические дни не могу вам порекомендовать даже но вы можете сделать одно попробовать и как-то для себя решить действительно ли дети эти этим путем или все-таки покупать потому что можно купить и экологически чистые прокладки сделаны там бог знает из чего каких-то может быть ошметков в хлопка я не знаю хлопья в хлопка можно такие конечно купить и ну или использовать и те и другие то есть это уже будет от вас зависеть ну вот такой у меня был я уж не знаю назовете вы его мастер-классом ролик но я думаю я понятно объяснила если есть какие-то вопросы то задавайте с вами была олька всего вам доброго оставайтесь здоровыми особенно по женской части и конечно заботитесь также о своих новорожденных младенцах и если даже это уже не ваши дети а внуки вы всегда можете подсказать молодым мамочкам а вот такой опции которая тоже существует кто есть как можно меньше искусственных тайперсов памперсов потому что они очень плохо влияет на половую сферу маленьких деток какой-то может быть особый случай к врачу сходить или еще что-то это понятно можно может быть какой-то виде один раз там два но на каждый день лучше этого не делать особенно если ребенок дома то можно всегда вот эти бамбуковые вкладыши поиспользовать специальных тряпочных трусиках и можно даже эти трусики и самим пошить там много труда не надо вот примерно такую же выкройку создать как-то там и вкладывать для ребенка ну в общем знаете если вы белочка рукоделочка то вам это не составит труда ну до свидания всего вам доброго